В игре вышли три новые акции, а разработчики в своём Телеграм-канале уже сообщили о том, что в следующем обновлении Шарп Кейс будет удалён из внутриигрового магазина. Что же делать? В этой видеоролике я вам об этом расскажу. И все про итоги, друзья, с вами снова я, ЗатопГеймер. Шарп Кейсы будут удалены из магазина со следующим обновлением. Об этом нам сообщили разработчики в своём Телеграм-канале. И на самом деле, на самом деле, это было, ну, как сказать, наверное, это было, можно сказать, предсказуемо, да? Потому что, понятное дело, что следующий по счёту Фейбл Кейс, понятное дело, что с бабочками удалён быть точно не может. Об этом говорили там и многомиллионные блогеры и так далее. Это было ожидаемо. Но то, что они выберут именно Шарп, допустим, не Эмпайр. Ну, хотя, в принципе, то, что не Эмпайр, это тоже, в принципе, понятно. Почему? Потому что тут первый кейс с перчатками. И понятно, что его тоже пока ещё, пока нет замены, удалять его точно не будут. Ревэч самый свежий кейс, понятное дело, то, что его удалять не будут. Ну, в принципе, окей. Окей. Их выбор был очевиден. Ну, и давайте же сразу, сразу в начале ролика отвечу вам на вопрос, стоит ли прямо сейчас бежать, сломя голову, покупать вот эти акции, покупать кейсы из магазина и ждать, пока они там выйдут на рынок, чтобы потом их продать через год, заработать там какую-то прибыль. На самом деле, ребята, торопиться покупать кейсы из магазина сейчас не стоит. Вы можете купить, вот, например, какую-то из этих акций. Ну, например, наверное, вторая будет самая выгодная. Да, два кейса по цене трёх, наверное. Вот это вы можете, в принципе, сделать. Вот это немножко оверок, потому что за 500 рублей вы покупаете 7 кейсов. Ну, и как-то не нужны эти штуки. Это вообще из рулетки. Их уже 10 тысяч миллиардов штук открыли. Наклеек очень много, поэтому... И вот это то же самое. Вот, кстати, вот сплэш-пак уберут или нет? Вот это реально вопрос, это загадка. Вы можете писать в комментариях, ребят, как вы думаете. Но, наверное, самая реальная выгодная из всех акций, это всё-таки вот это будет. И вот её вы можете купить. А кейсы из магазина ни в коем случае, ребята, не торопитесь покупать. Потому что, когда они выйдут на рынок, предположительно, цена может упасть до 90 голды. И вы сможете урвать их дешевле. Нападить с голды со штуки. Если вы, допустим, купите 10 штук, это уже цену одного кейса вы можете просто сэкономить. Поэтому не торопитесь покупать, ждите, когда они выйдут на рынок. Ну, а сейчас давайте посмотрим, почему там по другим скинам из этого кейса. Что стоит закупать, что не стоит закупать. Об этом прямо сейчас расскажу в ролике. Поехали! Давайте начнем с Акерта Кинга Статтрековского. Почему с него? Потому что буквально только что его скупал один популярный блогер Nex. Он только что его скупил до полутора тысяч. Скриншотки я опубликовал в моём Телеграм-канале. И на самом деле я просто в шоке. Вот недавно совсем его в своей рубрике по трейду, если вы смотрели на канале, я его словил там задёшево с вот такими вот оклеечками. И, к сожалению, уже успел продать. А ведь мог бы его оставить. Тут ситуация такова, что это единственный и довольно красивый калаш из этого кейса. С тем, что чуваки захотят себе его заиметь. И, возможно, будут покупать. Поэтому, ребята, если вы, в принципе, можете зайти на этот скейт, во-первых, купить его, в принципе, попытаться по запросу. Ещё есть на это шанс, в принципе, словить, может быть, с какими-то оклеечками. На это шанс есть. Ну, а также вы можете поискать, какие тут есть красивые наклеечки. Ну, например, вот эти. В принципе, да. Купить и оставить своё именитаре. И потом вы сможете продать намного дороже. Но я вот так, честно сказать, перед началом записи, я просмотрел весь калаш. Такое ощущение, что тут реально уже всё продано. Всё выкуплено. Вот, смотрите, какие тут есть. Какие-то варианты. Это просто жесть. Такое ощущение, что уже трейдеры какие-то поторопились. За тысячу голды кто-то что-то слил, купил. Офигеть. Трейдеры уже поторопились. И такое ощущение, что выкупили реально все варианты с хорошими наклейками. Тут реально ничего нормального по нормальным ценам не осталось. В отличие от того, когда в прошлый раз выбирали. Поршек есть, по-моему, Скорпион. Там было довольно много вариантов. Могли тоже калашик, там, Драгон, выкупить с нормальными наклейками. И было довольно много вариантов. Ребят, советую вам реально контролировать калаш этот. И вы, в принципе, можете выцепить, выцепить какие-нибудь варианты с красивыми наклейками. Оставить в инвентаре. И на этом заработать. Если потом продадите через год. Ну, или хотя бы через полгода. В принципе, реально неплохо. Давайте пойдём дальше по ножам. Ножи, в принципе, понятное дело. Вот, я помню, как они стоили 1400 голды. Даже без всяких там кейсов, без всяких всего. Но, ребят, ну, сами посудите, да. Нож, он непопулярный. И он не станет популярным, из-за того, что кейс убирают. И поэтому, ну, навряд ли. Навряд ли он будет стоить, там, вернётся даже к своей цене 1400 голды. Такого навряд ли будет. Поэтому, если вы вдруг подумали, что, вау, нож супер дёшево стоит купить. Наверное, всё-таки нет. Ребята, забудьте про это. И не покупайте ножи из этой коллекции. В попытках заработать. Они не будут стоить дороже. Ну, максимум до 1000 поднимутся. Вот эти варианты все, которые ниже 1000. И всё. Выше навряд ли. Движемся дальше. Статрековский фабом бум. Статрековский фабом бум. Ну, это у нас тоже анимешный дробовичок. Ну, за счёт анимешности, конечно, он, наверное, тащит. Но вы можете, в принципе, вот реально найти. Вот, например, вот этот вот вариант с оклеточком купить. В принципе. Но, я не гарантирую вам окупа. Это не принесёт таких жёстких иксов, которые можно было бы заработать, купя кейс. Просто, когда он выйдет вместе на рынок. Когда выйдет обновление 0.28.0. Седьмой сезон. Вот этот скин уже подражал. Уже его кто-то подкупил. И, в принципе, это понятно. Потому что этот скин его могут и бустить там, и так далее. Сейчас идеальный запрос. Вот по запросу, ребят, вы можете его купить чисто там и для бустов. Ну, и, в принципе, посмотрите, какие-то варианты с наклейками. Я, честно говоря, не смотрел. Если вы найдёте какие-нибудь нормальные варианты с наклейками, вы можете его купить. Да. И, в принципе, наверное, наверное, это будет иметь смысл. И, возможно, вы сможете продать дороже. Давайте посмотрим, какие тут есть варианты. Но, в принципе, варианты. Тут тоже такое ощущение, что не очень-то много реально. Вариантов реально очень мало. Но, в принципе, для бустов, в принципе, можно купить. Вы ничего на этом не потеряете. За 140, вот я думаю, купить или нет? Давай куплю, слушай. Давай куплю, пусть будет у меня, почему нет? Окей, дальше вот самое, да, основное. Ну, конечно, вот этот обычный коллажик тоже так же будет цениться. Вот его можете... Сейчас выкупят, сейчас выкупят. Вы можете, в принципе, реально выкупить обычную версию. Она тоже, наверное, будет реально иметь смысл. И реально будет выкупаться чуваками. Поэтому покупайте и не стесняйтесь. На это вы точно заработаете. G22 Casual. Статтрековская версия. Будет пользоваться спросом, потому что, напомним вам, да, потому что этот скин был когда-то эксклюзивный у разработчиков. Его удаляли, потом его вернули. В принципе, реально очень красивый скин. Вот этот скин будет пользоваться спросом у чуваков. Вот этот, да, так, кинга будет пользоваться у чуваков спросом. И, наверное, на АКР-12 будет пользоваться спросом. Остальные скинчики, ну, не будут иметь такого ажиотажа сильного. Ну, Тупс тоже такой себе. Вот, Сорм, ну, не знаю. Сомнительно, но окей. Вот этот скинчик тоже самый. Можно и с наклейками, и без наклейки Его могут и забустить, я помню, его бустил Когда-то он не мажорный, да Так что вы, в принципе, реально Можете найти ту практику и купить Поддержать в инвентаре И просто вы, как и на наклейках, можете заработать И как и на бустах его могут забустить Можете, в принципе, купить этот вариант И оставить себе в инвентаре В принципе, так-то, да Упс Ну, не знаю, не знаю Наверное, всякий самый выгодный вариант Все-таки будет реально купить Конечно же, кейс Купить его за 90, а потом буквально через год Продать его, допустим, за 200 Почему бы нет? Вот, например, да, все вот эти Остальные позиции, они не будут Там, 280, например, да, или же 275 Ну, не будет, они столько стоят, навряд ли Или же им потребуется очень много времени И вот здесь тоже самое, 200, навряд ли будет стоить Поэтому, ну, для бустов можно купить Для инвестиций За счет кейса удаленного, навряд ли Навряд ли это можно брать, ребят Ну, а сейчас неожиданная вставочка, мой телеграм-канал Подписываемся по ссылочке в описании По QR-кодику на экране, ведь именно там Я публикую всякую различную дополнительную Информацию интересную по рынку Там, так далее, когда что-то там бустит Все, а также мгновенно сливаю в свой телеграм-канал Поэтому подписывайтесь и включайте там Клокольчик на все уведомления И, ребят, давайте напомню вам то, что как только В моем телеграме будет 100 подписчиков Я разыграю 100 голды, у меня баланс позволяет Это, поэтому, пожалуйста, вступайте Ссылочка в описании Окей, давайте посмотрим дальше МКСОР могут бустить Но это именно Для инвестиций, что, типа, она Самым естественным образом поднимется Навряд ли, ну, 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 вряд ли Ну, конечно, да, окей Это М4А1 Скинчик, который будет пользоваться спросом в комьюнити Но, 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 но Я не знаю Я не знаю, ну, 150 она может, в принципе, стоить Да, налегке, поэтому, в принципе, за 8 Вы можете купить, в принципе, да, немножко Заработать, ну, ну, в принципе, да, да, окей Это М4А1, поэтому по-любому будет пользоваться спросом И АГР-12 тоже по-любому нужно покупать Прямо сейчас, потому что Базовое оружие, базовое, которое любят сыграть И с них все, поэтому по-любому покупайте Скинчики, в принципе, неплохие Окей М16 Нидл Она, по-моему, стоила 40 Она еще просела, я, по-моему, ее успел продать за 40 Ямана, она просела Вот ее, в принципе, можете купить В принципе, да, потому что, опять же Ну, ну, скин тут, окей Скин хуже, конечно, но М16, поэтому, наверное, он легко будет подниматься Обычные версии Питер 150 Кэжул Упс Ну, наверное, будут пользоваться спросом Так же, как и статрековские Или не будут пользоваться спросом Вот Зигл Пиранья по-любому можно купить Потому что скинчик интересный И стоит дешево, по-любому Зиглов любят играть многие Можете, в принципе, прикупить Но вот эти варианты Сомнительно Сомнительно, сомнительно Вот этот вариант можно, в принципе, взять Но вот это точно нет Это, ну, ничего не даст Ну и дальше, вот это Тут только Фомас, наверное, реально интересный А все остальное из инкомонок В принципе, реально все остальное говно Ну и, в принципе, ребята Я не знаю, сколько сейчас у нас идет видеозапись Видеозапись у нас идет Видеозапись у нас идет уже сколько Я не вижу Почему я не вижу, сколько идет видеозапись Капец был Ладно Ладно, ребят Ну, я думаю Я думаю, в принципе, ролик можно подводить к концу В принципе, еще раз повторюсь, да, что самое выгодное Будет купить кейс, когда он выйдет на рынок По 90, по 80, может быть Это действительно самое выгодное Калаш, приоритет Приоритет у вас должен быть на casual И на вот эту вот координацию с М4 Жадно, сатарковские версии Остальное, в принципе, сомнительно И не даст такой сильный окуп Ну и, в принципе, ребят, пишите в комментариях Что вы думаете по удалению этого кейса И что, какой новый кейс вы ждете В следующем обновлении Потому что, ну, этот кейс убирают И в следующем сезоне, наверное, по-любому будет ждать новый кейс Вот мне почему-то кажется, что новый кейс будет С перчатками С новыми постоянными вариантами на перчатки Мне так кажется, но какой вариант кейса Что будет в кейсе Вы что думаете, вы можете писать В комментариях, будет интересно почитать Ну что ж, ребята, думаю, на этом видеоролике Можно подводить к концу С вами был я, TheTopGamer Не забывайте ставить ваш лайк на это видео Поддерживаться меня таким образом И подписываться на мой канал с колокольчиком Ну и на телеграм-канал подписываемся Тоже там публикуется много всякого интересного Эксклюзивного Кверходик на экране И ссылочка в описании На этом все С вами был я, TheTopGamer Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok